Девушки отдыхают 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 Без экономики и стратегии. Издается она LucasArts. Что-то будет, возможно, с мозгом того, кто поиграет в это. А вообще, игрушка ничего так. По сути, это огромный набор мини-игр в необычной оболочке. Мне больше всего понравилось ездить на мотоцикле и играть за собачку в боксерских перчатках. И после долгих часов игры у меня есть для вас несколько советов по прохождению. Если у вас возникли проблемы с прохождением этой игры, то даже мы не сможем вам помочь. Шутка. Просто в этой игре не должно возникнуть проблем. Так как здесь нет экономики, нет никаких графиков, нет конкурентов. Даже территория продумана для вас. Ваша задача просто расставлять новые аттракционы. Причем, чем больше законов физики и логики они нарушают, тем лучше для вас и ваших посетителей. Мини-игры также не должны вызывать у вас затруднений. Все они проходятся без каких-либо проблем. А единственная сложность в том, что вы не сможете справиться с управлением клавиатурой и мышью. Поэтому настоятельно рекомендуем обзавестись геймпадом. В истории сериала Call of Duty есть один достаточно странный эпизод под названием «А где, собственно, третья часть?». Прошлогодний Call of Duty 3 случайным образом проскочил мимо персональных компьютеров, появившись только на консолях последнего поколения. Плюс ко всему, студия Infinity Ward, родоначальник сериала, в этой разработке никакого участия не принимала. Настоящий Call of Duty все это время кардинально менял концепцию, переводился на новые высокотехнологичные рельсы и без устали пичкался доселе невиданными для сериала идеями. Первое и самое значимое нововведение — это то, что время действия с фронтов Второй мировой было перенесено в наши дни. Отсюда и подзаголовок Modern Warfare. Затем на смену бессвязным зарисовкам с полей сражений пришел единый сюжет. В игре появились более-менее вменяемые персонажи, стелс-элементы и приборы ночного видения. Согласно сюжету, однажды некий злобный восточный диктатор вошел в политический сговор с крупными русскими националистами, мечтающими ни много ни мало восстановить Советский Союз. Новоявленная организация получила чудесное имя четыре всадника апокалипсиса. Националисты пытаются захватить власть в России, войска диктаторов торгаются в ближайшую Среднеазиатскую республику. Ну и, конечно же, в этот самый момент в дело вмешиваются войска НАТО. Нам обещают два параллельных сюжета. Один про приключения десанта США в некой стране на Ближнем Востоке. А второй — о подрывных действиях мурпехов британской армии в нашей с вами Российской Федерации. Системные требования к игре таковы. Процессор Core 2 Duo, гигабайт оперативной памяти и 256 мегабайт видео на жестком диске Call of Duty 4 займет 6,5 гигабайт. Несмотря на свежий антураж, классический геймплей узнается с полувзгляда. Все самые лучшие моменты всех предыдущих Call of Duty наблюдаются и в четвертой части. Динамичный и крайне агрессивный экшен, короткие и яростные перестрелки, а также общий убыстренный темп действия — все это на месте. Проверенный годами геймплей здорово освежило современное оружие. Отныне никаких винтовок. У каждого из ваших героев есть весьма неплохой арсенал автоматического стрелкового оружия, начиная с современнейших образцов армии НАТО и кончая старым добрым Калашниковым, которым вооружены практически все противники. Пятерка за геймплей. Разработчики уверяют, что четвертая часть является самым серьезным проектом из всех, что они создавали до этого. Так, в игру завезут более продвинутую систему точечных повреждений, увеличат число разрушаемых объектов на уровне, дадут возможность стрелять сквозь стены и возвращать еще не разорвавшуюся гранату оппоненту. Одним словом, вас ждет буквально кинематографическая достоверность. Пятерку за графику. Крики ваших сослуживцев, разговоры по рации и нескончаемый треск автоматов — все это не отпустит вас до самых финальных титров. Звук в Call of Duty играет не последнюю роль. Потрясающий эффект погружения в мир виртуальных сражений вам обеспечит. Пятерку за звук. Как ни странно, но праздник пришел прежде всего на улицу владельцев персонала. Игра выйдет и на приставках нового поколения. Но именно PC-версия, по уверению авторов, стала самой красивой и самой щедрой по числу участников многопользовательских баталий. Твердую пятерку получает сегодня Call of Duty 4. Что же касается общих ощущений от игры, то привычные эмоции с предыдущих частей и здесь на месте. Учащенный пульс, стремительный нервный адреналиновый геймплей, бесконечная карутилисть скриптовых взрывов, танковых атак и снайперских дуэлей. Infinity Ward, как никто другой, понимают, почему так любят их игры. И просто не ломают то, что и так хорошо работает. Несмотря ни на какие кардинальные изменения в концепции, Modern Welfare это в первую очередь все тот же старый добрый Call of Duty. Хотите вы того или нет? А сейчас ваши вопросы, наши ответы. Вопрос. А какое новое оружие появилось в Modern Welfare? Ответ. На вооружении появились такие полезные вещи, как портативные гранатометы, лазерные прицелы, глушители, приборы ночного видения и даже скорострельные авиационные пулеметы. Вопрос. А где здесь аптечки и лайфбар? Не понимаю, как здесь реализован подсчет здоровья персонажа? Ответ. Возаведенной еще во второй части традиции аптечек и линейки жизни снова нет. В Call of Duty 4, как и в большинстве современных шутеров, во время впадания перед вашими глазами начинает что-то краснеть и пульсировать. И так продолжается до тех пор, пока вы либо не спрячетесь в укрытие, либо скоропостижно не протянете ноги. Вопрос. А как поскорее добраться до шпионских и диверсионных миссий? Ответ. Играйте на стороне британских спецслужб. За них вы будете совершать всяческие диверсии в глубоком тылу врага. А там, чтобы случайно не навлечь на свою голову сотню-другую вражеских солдат, вам то и дело придется преподать земле, отсиживаться в кустах и учиться стрелять в голову патрульным из пистолета с глушителем. И делать еще много не менее интересных вещей. Смотрите во второй части программы. Half-Life 2 эпизод второй – это идеально спроектированная и поставленная игра. В ней каждая деталь находится на своем месте. Таймшифт. Дорогая, качественная картинка. Классический геймплей, занятный сюжет. Киношные актеры на озвучке и инновационный мультиплеер. Все, что нужно успешному проекту. Смотрите во второй части программы. Таймшифт. Дорогая, качественная картинка. Классический геймплей, занятный сюжет. Киношные актеры на озвучке и инновационный мультиплеер. Все, что нужно успешному проекту. Half-Life 2 эпизод второй – это идеально спроектированная и поставленная игра. В ней каждая деталь находится на своем месте. Со времен выхода на экраны матрицы режим слоумо прочно обосновался в компьютерном мире. Его использование мы видели, например, в Max Payne и даже в какой-то степени в Need for Speed. Были и более интересные вариации на эту тему. Вспомнить хотя бы Триумф Принц Персии с End of Time. Проект Таймшифт, релиз которого неоднократно откладывался, продолжает идею игры за протагониста, способного управлять временными потоками. Посмотрим, как это выглядит в действии. Судьба Таймшифт отнюдь не безоблачна. Чуть больше года назад на свет появилась демо-версия, которая игрокам, в общем-то, понравилась. Чуть позже права на издание Таймшифт перешли от Atari к Vivendi Universal, которая тут же перенесла дату выхода проекта на год вперед, мотивируя это тем, что хочется сделать из обычного шутера выдающуюся конфетку ААА-класса. Таким образом, ну, в первую очередь, с помощью пластической хирургии. Сюжет игры вертится вокруг остановки времени. Главный герой, полковник Майкл Спифт, на свежезапретенной машине времени отправляется в прошлое, чтобы выполнить секретное поручение правительства. Вернувшись назад, наш герой вдруг обнаруживает, что мир кардинально изменился. Демократический устрой отправлен в небытие. Планетой правит злобный тиран. Естественно, Мистер Свифт не может смотреть на происходящее сквозь пальцы и быстренько устраивать негодяям войну. Системные требования игры таковы. Core to Duo. 1 гигабайт оперативной памяти, 256 мегабайт видео и 5 гигабайт на жестком диске. Геймплей на первый взгляд целиком выполнен по стандартным лекалам. Нужно уничтожать все живое на уровне, попутно решая простейшие головоломки в стиле «Дерни рубильник, Сезамо творится». Главная фишка здесь, понятное дело, в управлении временем. При встрече с Аравой агрессивных врагов можно замедлить его течение, сохранив при этом прежнюю скорость. Не помогает? Тогда остановите время целиком. В такой ситуации можно победить даже будучи безоружным. Есть, наконец, и совсем экзотический вариант. Перемотка времени назад. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Технологии, используемые в игре, за последний год изменились действительно фантастически. Теперь игра щеголяет красивыми текстурами, отличной анимацией и, что особенно приятно, мощной физической моделью и системой разрушений. Особое внимание явно уделялось детализации. Наша оценка графического наполнения — 5 баллов. Что касается звука, то тут все более-менее стандартно. Как любят поговаривать в родном отечестве, крепкий среднячок. Все достаточно добротно, но ничего выдающегося. 4 балла получает таймшифт за звуковое сопровождение. У проекта есть все шансы получить свое ААА звание. Все составляющие вроде бы в сборе. Дорогая, качественная картинка. Классический геймплей, приправленный рядом внушительных достоинств. Занятный сюжет. Киношные актеры на озвучке. Инновационный мультиплеер. Наша общая оценка таймшифт — 5 баллов. Есть игры-легенды, есть игры-пустышки. Таймшифт не входит ни в одну из этих категорий. Отличная графика, сошедшая со страпелей консолей. Интересные находки разработчиков. Достаточно грамотная их интеграция в игру. Все это присутствует в таймшифт. Но эта игра не взойдет никогда на Олимп. Возможно, дает о себе знать консольное прошлое. А возможно, и невнятность сюжетной линии, превращающей происходящее в красивую, но бессмысленную кровавую баню. А теперь для тех, кого эта игра заинтересовала, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Можете подробнее рассказать про принцип панипуляции со временем? Отвечаем. Можно забежать в комнату с охраной. Быстро запомнить ее расположение. А потом, пока в вашу сторону не открыли огонь, отмотать пленку, чтобы во второй раз ворваться в комнату уже готовым. Единственное, против чего подобный прием будет бессилен — это ранение. Следующий вопрос. Как в игре реализован мультиплеер, и можно ли там пользоваться режимом управления временем? Отвечаем. Сноу-моушен считается абсолютно несовместимым с мультиплеером. Представьте сами, что будет твориться, когда на уровне сражаются 8 человек, и каждый в любой момент может замедлить время. Так вот, в Cyber Interactive не согласны с такой постановкой вопроса. Да, они признают, что из-за особенностей геймплея им пришлось отказаться от режима совместного прохождения. Но вот мультиплеер все-таки присутствует, причем очень необычный. Вместо волшебной кнопочки, включающей сломо, у игрока есть несколько гранатов. Кинул одну, и время в определенной зоне замедлилось. Кинул другую — вообще остановилось. Не спеши, а то успеешь. Принцип, по которому работает студия Valve. Полтора года прошло со времен первого релиза эпизода трилогии. Но это нисколько не умиляет достоинств их работы, а лишь создает неповторимый антураж. Для тех, кто не в курсе, а я уверен, их меньшинство, напоминаем, что первая часть оборвалась на побеги Алис и Фримена из разрушающегося города 17. В эпизоде 2 события разворачиваются на фоне открывающегося портала в мир захватчиков. Самозабой, Фримену полагается в очередной раз спасти родную планету. Все мы помним катарсис, который приключился в финале первого эпизода. Сити-17 эффектно накрылся медным тазом. Там же, после финальных титров, демонстрировался ролик из второго эпизода, в котором содержался недвусмысленный намек на гибель Аликс. Сначала нам показали, как она из последних сил удерживается на краю пропасти, а вокруг догорают обломки поезда. Затем, как Вартигонд уносит бесчувственную героиню в какое-то подземное убежище. Само собой, этим интрига эпизод 2 не ограничивается. Гордона ждут новые встречи. Например, с еще одним выжившим сотрудником Блэк Месса. Джеймен, хорошо знакомый нам мужчина с Кейсом, в втором эпизоде предстанет с новой стороны, не всезнающим серым кардиналом, а человеком, способным и ошибаться, и сомневаться. Системные требования игры таковы. Pentium 4, 1,7 ГГц, 512 МБ оперативки, 128 МБ видеопамяти, и 7,5 ГБ на жестком диске. Геймплей в Half-Life 2, эпизод 2, переработан в сторону большей кинематографичности. Главное, что предстоит увидеть Фриману во втором эпизоде. Мир, каким он стал после нашествия пришельцев в комбайн. В числе достопримечательностей старые рудники, лесная база баштанцев в окрестностях Сити-17, лагерь вортигонтов, разрушенная ракетная база. Практически весь эпизод 2 протекает на открытых пространствах. Это, конечно, не геймплейная революция, но сражения в полях и лесах заметно освежают серию. Наша оценка геймплея 5 баллов. Каждый эпизод Half-Life 2 – это еще и демонстрация новых возможностей фирменного движка Source. Тут сыграло свою роль стремление Valve увеличить масштаб. Физическая модель улучшена, хотя, казалось бы, куда еще, в смысле взаимодействия с большими объектами. Отныне вы легко сможете меткими выстрелами из пушки развалить небольшой дом. Вторая техническая достопримечательность эпизод 2 – поддержка двух и четырех ядерных процессоров. Наша оценка графического наполнения – 5 баллов. Звук в Half-Life 2 – отдельная эпопея. Многоканальные спецэффекты вкупе с эксклюзивными треками погружают в атмосферу постапокалиптического мира с головой. Отточность всей игры не обошла и акустическую составляющую – 5 баллов за звук. Half-Life – идеально спроектированная и поставленная игра. В ней каждая деталь находится на своем месте. Это очень дорогой и просчитанный до мелочей театр имени игрока. Эпизод 2 – яркое и местами феевическое тому доказательство. Наша общая оценка второго эпизода – конечно, 5 баллов. Не лишним будет заметить, что Half-Life 2 – эпизод 2 увидел свет как составная часть Orange Box – сборника из трех игр, среди которых долго вынашивает Team Fortress 2 и необычный портал. К слову о последнем. Он служит намеком на сюжетную линию третьего, завершающего эпизода похождений Фримена. Там мы увидимся лицом к лицу с Aperture Science – монстра, ничем не уступающего Black Mesa. Вот только неизвестно, когда мы в это сможем поиграть. А пока что ваши вопросы, наши ответы и советы по прохождению. Первый вопрос. В лесах я встретил какую-то новую разновидность охотников. Как с ними бороться? Отвечаем. Это специально выведенные для лесных поединков экземпляры. Здоровенные, около трех метров ростом, но при этом крайне подвижные юрки. Они действуют сообща со страйдерами, компенсируя неповоротливость своих больших напарников. Мы советуем убивать их по возможности быстро. Едва увидев Гордона, охотники начнут издавать громкий рев, на который не применут сбежаться неприятели со всей округи. Следующий вопрос. Как пользоваться страйдер-бустером? Отвечаем. Страйдер-бустер – круглые мини-бомбы, которые надлежит цеплять на страйдеров при помощи все той же гравитационной пушки. После успешной установки вам достаточно просто выстрелить по бомбе, отчего та немедленно детонирует. Следующий вопрос. Какие новые виды вооружения появились во втором эпизоде? Отвечаем. С новыми пушками не густо. В некоторых уровнях под рукой у вас вообще ничего не будет, кроме пресловутой грави-пушки. Зато за счет появления больших открытых пространств Фримену гораздо чаще придется прибегать к услугам транспортных средств. В них даже можно посадить напарников. Жаль, что это будет уже не Алекс, а все чаще, только не удивляйтесь, малосимпатичный вортибонт. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак. Заходите в форум на сайте musdefestv.ru Меня можно найти там. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefestv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok